Друзья, всем привет! Это канал Технобар Плюс и сегодня у нас видео из рубрики Стратегия игры в лотерею Лото Максима. Напомню, по условиям данной лотереи для того, чтобы выиграть джекпот, необходимо угадать 5 из 45 номеров, которые выпадают из лототрона. Итак, друзья, напомню, что мое видео вы можете дальше найти по подсказке в описании. В нем я подробно рассказываю о своем методе игры в лотерею Лото Максима по методу характеристического числа, которое я вывел, прочитав статью в одном из игровых журналов, который выпускался в США. Итак, друзья, скажу сразу, интересное видео. Кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обсуждаем свои какие-то мнения, свои какие-то теории. Ну что, начнем. Итак, друзья, хочу сразу сказать по этому методу, которого я вам здесь расписал 23 числа вечером, а на утро 24 числа уже в Украине нашелся очередной миллионер, который сорвал джекпот Лото Максима, угадав пять номеров из 45. Этот человек выиграл от 1 миллион 605 тысяч гривен и приблизительно это около 57 тысяч долларов США. Я считаю, неплохая сумма для того, чтобы изменить свою жизнь в некотором роде. Для кого-то это, конечно, небольшие деньги, но для рядового украинца это огромная сумма, которая может решить кучу проблем, помочь другим людям, помочь родным и как-то может быть кому-то даже начать свое дело. Итак, друзья, что касается самого метода, опять же скажу, можете пройти по ссылочке в описании, просмотреть мой одно из первых видео, там я все подробнейшим образом рассказываю, но слегка пробежимся по теории и потом я расскажу, как же человек выиграл данный джекпот. Метод, сразу скажу, этот метод сработал. Главное просто посидеть, подумать. Кстати, кстати, в данном видео я расскажу об еще одной методике вычисления по пирамиде характеристического числа, собственно, по которой и выиграл джекпот 1 миллион 605 тысяч гривен человек из Украины. Итак, друзья, тираж 23.02. В тираже 23.02 выпали числа 17, 20, 21, 28 и 32. Строим характеристическую пирамиду, как вы уже знаете, от большего отнимаем меньшее и получаем. И таким образом, допустим, 17 минус 23, 20 минус 21 единица, тройка минус единица двойка, семерка минус единица шестерка, семерка минус четверка тройка и так до конца, пока не останется последнее число. Вот выделяю сразу вам, друзья, эту пирамиду. И что мы видим? В тираже, который состоялся 24 февраля 2021 года, выпали цифры 1, 9, 17, 24, 25. Методика, по которой человек мог бы выиграть, то бишь моя методика, заключалась в следующем. Вот. Мы в первом видео рассматривали манипуляции, связанные с числами, которые производные от характеристического числа. То есть мы складывали вот эти вот строки. Вот, допустим, 2 плюс 6, 8 и 3, 11. И потом само на себя число умножали и выставляли все числа, которые получаются, исходя из диапазона от 1 до 45. Вот. Все, что выше, допустим, 55, 66, мы уже, естественно, не ставили, как вы понимаете. Итак, единица, производная единица, 4 плюс 3, 7, 7, 7 и 7, 49. И от 49 по 7 отнимаем. 42, 35, 28, 21, 7 и 14, 7. Вот как-то так. Итак, друзья, по данному методу характеристического числа можно играть еще следующим образом. Смотрите, по которой можно было выиграть вот этот вот джекпот. Ну, солидная сумма. Итак, ну, во-первых, как вы видите, само характеристическое число выпало. Единичка. Вот оно, тираже 24. Потом смотрим здесь, что сразу можно убирать, друзья. Убирать можно по вот данной методике числа, связанные, не связанные каким-либо образом с выпавшими числами. Ну вот, 42, 44, 45 можно убирать сразу же. Да, вы скажите, связано вот 32, 30, 33, 35. Да, окей. Может быть, какое-то из этих чисел и выпадет. Но, допустим, допустим, сейчас мы также убираем эти числа, поскольку они не связаны сильно с выпадающими. Далее, 28, да, оно связано. Да, оно связано. Но, но, друзья, в данном случае оно связано единично, скажем так, единично, как вы видите. То есть 28 и 28. Ну, вряд ли 28 или 27 выпадет. Хотя оно, как вы видите, близко к 25. Значит, тоже убираем. 30, 32, 31 тоже убираем. 28 убираем. Далее, друзья, внимательно смотрим. Вот теперь идет число 22, как вы видите. Оно связано с теми числами, которые выпадали. То есть 20, 21, 22. 21, кстати, связано. Вот. Ну, мы сейчас считаем число, которое связано. 20, 21, 22. Вот с этими числами. И, как мы видим, 22. Берем его. Плюс, минус, как я уже говорил. В основном идет плюс. Плюс 1, плюс 2, плюс 3. К данному числу прибавляем. Итак, смотрим. 22 плюс 3 равно 25. Вот оно, наше 25 выпало. 22 плюс 2 равно 24. Вот оно, второе число выпало. 22 плюс 1, 23. Да, его можно, конечно, дописать. Но при системной ставочке хотя бы номеров на 7. Да, его можно вписать. Ничего не случится. Система вам даст больше выигрыш. Если оно будет, пусть оно не выпадет. Но это система. Люди, которые играют по системе, полной и неполной, они знают, как это делать. И сколько денег приносит. Итак, друзья, можно было вписать 23. Окей. 21, 22, 23. Связанные числа. Далее смотрим. 14, 11. Ни с каким не связано. Ни с каким не связано. Зачеркиваем их. Семерка. Ни с кем не связано. Ни с кем не связано. Ну, характеристическое число желательно всегда вписывать в систему. То есть, вот единичку еще добавляем. Единичка у вас, как вы видим, выпала. Далее, как получили девятку и 17. Вот самое интересное начинается, друзья. Итак, смотрим. Девятку мы получили, сложив в этой пирамиде 3 плюс 2 будет 5 плюс 4, 9. Далее смотрим, друзья, как мы получили единицу. А, вернее, не единицу, 17. Вот так же сложили по диагонали, друзья. 7, 6, 4. 7 плюс 4, 11 и 6, 17. Вот она наша 17, вот она наша девятка. Таким образом, мы получили все числа, которые выпали в призовом тираже, в котором человек выиграл 1 миллион 605 тысяч гривен. То есть, методика заключается в следующем. Конечно же, в игре комбинации и стратегии игры меняются, но все равно, друзья, есть определенная цикличность, по которой, вернее, не цикличность, периодичность. То есть, все идет по кругу. Сейчас играем по этой методике, потом играем по методике. Я вам сейчас покажу, какой. И после играем по третьей методике. Пока я показал вам первую методику, вот сейчас ко второй возвращаемся методике. Итак, призовой тираж, все хорошо, определенный призер, все классно, человек выиграл. Окей, спасибо. Но мы как бы не отчаиваемся, мы не отчаиваемся и играем, к примеру, далее. Далее, также производную вычисляем. Вот она, наша пирамида. Да, вы скажете, сейчас, возможно, также выпадет девятка. 8 плюс 0 плюс 1 девятка. 7 плюс 2 тоже девятка. 7 плюс 1 плюс 1 девятка выпадет. Но девятка не выпадает, друзья, 25 числа. А как же тут уже поворачивается схема игры? Она поворачивается несколько по-другому. Вот вторая методика. Это методика номер 1, вот методика номер 2. Состоит в следующем. Можно поле поставить или маленькую системку по вот этой методике, а можно еще и по вот этой поставить. Так вот, смотрим. Итак, выпали числа 1, 9, 17, 24, 25. Сразу же берем, убираем числа, которые не связаны с нашими числами. Ну, вот 36. Кстати, я специально зачеркнул 35, 36. 35, 36, 42. Я объясню попозже, почему. 28, 30. Они не связаны, не связаны. И 21. Также не связано ни с чем тут. Очень близко. Нет связанных чисел. Вот смотрим теперь. 18. 18 связано? Да, связано с 17. И даже 16 вот связано. Но, друзья, но, друзья, тут немножечко другая уже поворачивается картина, поскольку мы играем не по вот этой методике связано, а по вот уже новой. 16, 18. Да, они вроде бы как связаны. Даже 12 дублируются. Казалось бы, сейчас выпадет вот что-то связанное с этим. Но 12, опять же, 12 не связано с 17. Можно их зачеркнуть. 14 тоже не связано. 14 больше с 16 связано. А вот, ну, даже вот уберем так. 18, 17. Вот, казалось бы, можно поставить там и 18, и 17. В следующем тираже, надеюсь, что выпадет. Но у нас четко прослеживается 24, 24 и 24. То есть, с большой вероятностью, что будет какие-то числа в следующем тираже с 24 выпадут. Или рядышком с этими числами. То есть, это уже, насколько, посмотрите, друзья, сужает сам выбор до определенного количества чисел. Как вы понимаете. А, соответственно, и увеличивает наши шансы. Итак, смотрим далее. Вот 24 берем мы. Связано с 24, с 25 связано. Отлично. Четверка, как характеристическое число. И вот, друзья, теперь поехали. Теперь мы играем не по методу пирамиды, как вы видите. Она не работает вот здесь. А теперь играем по следующей схеме. Само характеристическое число. Вот она, четверка. Так оно и выпадает. Затем берем число 24, как я уже сказал. Оно у нас выпадает три раза. Итак, что мы можем сделать? Как это число можем разложить и произвести расчеты? Берем 24. Прибавляем к нему для начала один раз 24. Но пишем 24, а в уме подразумеваем единицу. То есть, 24 плюс 1, плюс 1 раз, будет 25. Как мы видим, друзья, как мы видим, 24. И как мы видим, друзья, выпадает 25. Вот оно, наше 25. Есть. Далее. К 24 мы прибавляем два раза по 24. Ну, пишем 24, а прибавляем, его берем как за единицу. То есть, единица и единица. Равно 26. Вот оно и второе, друзья, пошло наше число. Вот так будем отмечать. Далее, друзья, мы могли бы еще добавить и 24 плюс 3 числа. То есть, 24 плюс 24, плюс 24 и плюс 24. Это при игре по системе. Получилось бы у нас 27. Само 24 может выпасть. Также, друзья, 24 равно 24. Но оно, к сожалению, не выпадает, как вы видите. То есть, его и само можно поставить. 27, 26, 25. А теперь 24 минус 24. Ну, на самом деле, минусуем единицу. Получаем 23. И что же мы видим, друзья? А видим мы следующее. Что? Как мы ставили, допустим, 4. Характеристическое число. Это у нас первое. Второе у нас идет 24. Это по системе, если играть. Она недорого стоит. Потом 25. Третье число. Четвертое число 26. И пятое число 27. Вот это поле стоит 10 гривен. Одно поле. Пятое число. Чуть дороже стоит, если бы мы сыграли систему на 6. Мы бы поставили еще 23. Двадцать два. Вот она система наша на 7. Как вы видите, 4 номера угадываются спокойно, без вопросов. Соответственно, друзья, мы бы выиграли с вами, если бы мы угадали вот эти 4 номера, а мы их обязательно угадали бы. Соответственно, мы с вами выиграли, друзья, бы сумму кратную 10 тысячам. Где-то так, в этом роде. Ну вот как-то так, друзья. Подписываемся на канал. Обсуждаем. Ставим лайки. С вами был канал Технобар+. Всем удачи. Всем пока.